В эфире телеканал Россия 24, Вести Ульяновск. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. Спасибо вам за труд. В преддверии Дня России глава региона наградил 35 ульяновцев. Кто получил награды? Троица выпала на День России, как в Ульяновске отметят государственные и православные праздники. И символ счастья, здоровья и удачи. В Кузоватовском районе возразили старинный обряд, главным символом которого является обычный репей. Итак, в преддверии Дня России глава региона наградил 35 жителей Ульяновской области, добившихся высоких результатов в различных отраслях. Среди них учителя, работники лесного хозяйства, военные, ученые, все, кто стремится делать благо для своих земляков. Торжественная церемония прошла в Доме правительства. Произнося слова благодарности, я, конечно же, должен отметить, что эта награда является признанием заслуг не одного человека, а целого коллектива. Государственного научного центра, научно-исследовательского института атомных реакторов, который работает на благо Родины, решая порученные ему задачи в области научно-технического сопровождения нашего прогресса и благосостояния нашей Родины. В День России не только общенародный праздник, но и глубоко личный, который затагивает заветные желания и чувства каждого из нас. Мы с любовью и благодарностью помним всех, кто создавал величие региона и страны. Равняемся на тех, кто своим ежедневным самоотверженным трудом укрепляет и украшает наше Отечество. Кто сегодня готовит светлое завтра, воспитывая своим примером нашу молодежь. Всего глава региона торжественно вручил 16 государственных наград Российской Федерации, 3 ведомственных федеральных органов исполнительной власти, а также 16 наград Ульяновской области. В День России общественный транспорт в Ульяновске будет работать до полуночи. Праздничные события 12 июня по традиции разделят на дневную и вечернюю части. В первой половине дня ульяновцев ждут выступления артистов, мастер-классы от известных спортсменов на Соборной площади, книжные выставки, Всемирный день молока. Мероприятия в честь Дня России пройдут во многих населенных пунктах региона. Победители городского семейного конкурса «Семья года» в городе Дмитровграде, допустим, в Барыше праздничная программа «Пою тебе моя Россия», в Инзии тематическое мероприятие «Люблю тебя моя Россия». Тема всех мероприятий – чествование героев России, их подвигов и побед. То есть мы чествуем выдающихся полководцев, воинов, государственных деятелей, деятелей науки и искусства. День России в этом году особенный. Он совпадает с одним из главных православных праздников. Троица ее будут также отмечать 12 июня. В сквере «Возрождение духовности» возле Спаса Вознесенского кафедрального собора с полудня до 15 часов. Будут проводить мастер-классы, выступят артисты. Уже более 20 площадок у нас будет работать в этом сквере. И просто я скажу тоже, напомню, какие коллективы примут участие в концерте. Конечно, духовные песнопения, как я уже ранее говорила, они будут обязательно в День Святой Троицы. И эти песнопения исполняют удивительные, замечательные коллективы. С 7 часов вечера на площади Ленина перед ульяновцами и гостями города будут выступать местные танцевальные коллективы. В 9 вечера на сцену выйдет российская исполнительница Марина Девятова. На 22 часа намечен праздничный салют. При этом горожан просят не оставлять автомобили на центральных улицах. Даже если погода не наладится, скучать не придется. Так говорят юные ульяновцы о лагере отдыха «Ласточка», что на берегу Староманьского залива. По традиции здесь гостят ребята, занимающиеся различными видами спорта. Отдых у них сочетается с активными тренировками. Игорь Кранцев познакомился с распорядком дня юных спортсменов. Наш девиз – максимум силы, минимум смеха, так мы быстрее добьемся успеха. Несмотря на юный возраст, добиваться успеха этим ребятам не привыкать. Среди тех, кто проведет первую смену в «Ласточке», победители и призеры различных турниров по кикбоксингу и спортивной аэробике, дзюдо, греко-римской борьбе и другим видам спорта. Три тренировки в день – это очень полезно для здоровья, тоже в столовой. Мне очень нравится, что сбалансированное питание, нет никакой вредной еды. Тренира замечательная. Культор-организатор самый хороший, директор тоже нормальный. Спортшкола Засвияжского района. Первая спортшкола из района Железнодорожного и спортшкола Симбирск, что в северной части Ульяновска. Всего здесь отдыхает 132 человека. Многие ребята не знали друг друга до этого лета, но теперь все будет иначе. Очень много друзей у меня появляется в лагере. Очень много всех. И друзья, и вожатые с ними тоже. Знакомишься, дружишь. Тренировочная программа у представителей разных видов спорта отличается. Но совместных мероприятий при этом предостаточно. Как говорит руководитель лагеря, даже в прохладную погоду будущие чемпионы скучать не будут. У нас есть крытые беседки, в которых в условиях дождя дети занимаются. Также есть у нас свой кинотеатр. Спортсмены дисциплинированные, они очень активные, трудолюбивые. Поэтому с порядком, с дисциплиной у нас проблем не бывает. Городские власти контролируют отдых детей в загородных лагерях. В том числе и в тех, что со спортивным уклоном. Говорят, что путевки на лето 22 года в «Ласточку» уже закончились. У нас, как известно, более 80 видов спорта федерации в нашем городе. Поэтому мне подавали заявки. Смена полная. В этом году нам удалось полностью использовать наш лагерь. 132 человека. Будет в этом году 5 смен. Смена для первых «Ласточек» будет самой продолжительной. Ребята проведут на берегу залива 21 день. Остальные по 2 недели. Больше, увы, невозможно. Просто-напросто закончится лето. Люле на счастье. В Кузоватовском районе возразили старинный обряд, главным символом которого является обычный репей. Праздник села Спешневка прошел в Великий Четверг перед Троицей. О традициях Симбирской земли Элла Шахова. Этот семейный обряд перед Троицей отмечала испокон веков молодежь села Спешневка. Люле – это репей. В древнерусской культуре важнейший символ счастья, здоровья и удачи. Символ репейника украшал старинные вышивки и обереги. На праздники их лепят из соленого теста и плетут из бисера. У нас село цветет, мы его все очень любим. Оно у нас хорошее, жители все в нем дружные. У нас в селе много всяких рукодельников. Например, у нас занимаются бисерплетением, вышиванием, рисуют многие. Для обряда по традиции находили в Коле прошлогодний большой репей – сухой белый, как деревце. Украшали его цветными лентами, бумагой и конфетами. Это украшенное деревце и есть люле. С ним молодежь шла на спешневские заливные луга, вблизи свияги, петь-плясать. Сама процессия одевалась почуднее. Репей, если ряженые жених и невеста. Люле – это праздник, который проводился на наших лугах давным-давно. Просто со временем он ушел в историю и в связи с этим нам пришла жителям такая идея – возродить его заново, чтобы вернуть вот эти традиции, привить их детям. На лугах девушки плели венки. При этом некоторые из них гадали – бросали свой венок в свиягу. Если поплывет веночек, то скоро замуж. А если утонет, то в этом году женихов не жди. Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, из Кузоватовского района. Юные ульяновские спортсменки успешно выступили на первенстве России по многофункциональному многоборью. Хрупкие, красивые, при этом физически сильные – Лиза Ларионова и Русалина Цыганцова стали бронзовыми призерами соревнований всероссийского масштаба. Перед выступлением юниорки прошли серьезный отбор из 300 спортсменок страны. Наши девушки вошли в десятку лучших и получили право на участие. В связи с высокой конкуренцией, я считаю, что результат отличный. Причем баллов было количество по итогам соревнований одинаково. Девушки распределились по местам только как закончили последнее задание. То есть, в принципе, конкурентоспособны выигрывать эти соревнования. Просто немного удачи не хватило в этот раз. Медалистки совмещают функциональное многоборье с тяжелой атлетикой. Лиза в этом спорте уже три года и даже выполнила норматив мастера. Для нее успех на первенстве второй в карьере. А вот Русалина впервые взошла на пьедестал почета. Было очень сложно. Я могла занять первое и второе место. У меня были одинаковые баллы. Но по последнему заданию я немного не выдержала, потому что было тяжело. И поэтому заняла третье место. После небольшого отдыха спортсменки начнут серьезную подготовку. Впереди чемпионат мира, который пройдет в августе в Москве. И сразу после прогноза погоды смотрите программу «Арт-студия». В гостях у Александра Филатова народная артистка России Зоя Самсонова, которая отметила свой юбилей бенефисом в родном театре. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятного вечера. Берегите себя. 12 июня в День России Всероссийская государственная телерадиокомпания проводит фестиваль-марафон молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина?» Лучшие голоса страны прозвучат на мультимедийной платформе смотрим.ру и сайте gtrk.defis.volga.ru Споемся, друзья! В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый до умеренного. Днем северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15 градусов тепла. В Ульяновске плюс 13, плюс 15. Завтра днем по области от 22 до 27 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске плюс 24, плюс 26. В лесах области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса.